О судьбоносных экспедициях 20-х годов прошлого века рассказывает первый зал Кировского музея камня. Ученые давно знали, что в Хибинах есть апатит. Он встречался в виде отдельных глыб, но выход богатой породы открыли лишь в 23-м году. Тогда к докладу отнеслись и с интересом, и с недоверием. Во-первых, потому что нигде в мире апатита нефилиновая порода не была нигде до этого отмечена. Ну а во-вторых, Ламуцову не хватало информации для того, чтобы понять, какие запасы на это месторождение, какая роль однодневных работ на месторождение было мало. Через два года специалисты обнаружили. Там невероятные запасы минерала. Выбить финансирование на работы было сложно. Они получили лишь 700 рублей. Чуть меньше миллиона в современных деньгах. Этого хватило, чтобы понять. Первоначальные оценки были ошибочны. Месторождение в несколько раз богаче, чем предполагалось. К 29-му началась разработка. Сейчас на месторождении в Росумчерском у нас работает Росумчерский рудник, который занимается подземной добычей апатит нефилиновой руды. То есть все еще на том самом первом месте все еще богатые руды есть? Да. И тогда, и сейчас апатит добывают с одной целью – сделать из руды фосфорные удобрения. В 20-е годы СССР тратил на их импорт 12 миллиардов рублей. С появлением собственного сырья страна смогла перенаправить деньги на другие нужды аграрной сферы и решить проблему голода для миллионов людей. Вот голодный год, урожайный год, во многом это зависело именно от обеспеченности фосфора. И люди ничего не могли сделать. То есть раньше даже в качестве фосфорных удобрений иногда использовали малоценные виды рыб, например, колюшку. То есть прям сетями вылавливали колюшку. Рыбе много фосфора. И вот прям рыбу вываливали на поля. Теперь технологии позволяют рассчитать дозировку и вносить удобрения в землю на несколько лет вперед. Процент полезных веществ в общей массе тоже можно определить заранее. Он зависит от исходного минерала. Известно более 40 видов апатита. Апатит в переводе с латинского означает обманщик, обманчивый. И как вы думаете, почему? Потому что внешний вид его, он настолько разный. Кировский, более серый, ковдорский, зеленый. Рядом с колой, говорят геологи, находили голубой. Он бывает мутный и прозрачный, плотный и даже мелкокристаллический. Такой высоко ценят художники. Мы свой апатит называем сахарным. Потому что если вы рукой проведете по нему, у вас на руках останутся крошки мелких кристальчиков апатита. И когда в коробочке он лежит, там обязательно донышко усыпано просто этим апатитовым сахаром. Из него делают декоративные шары, подвески и бусины. Но даже если такого украшения у вас нет, апатит всегда с вами. Потому что этот минерал – главная неорганическая часть наших костей и зубов. А еще без него не цвели бы ни пшеница, ни одуванчик. Александра Клепцова, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Руслан Мавлютов, ТВ21. 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 Руслан Мавлютов, ТВ21.